Ну, скажем так, я думаю, что ситуация намного лучше, чем после 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу, и Польше никто не помог. Германия как бы напала на Польшу, к тому же, с двух сторон. Стали со стороны России, Советского Союза и со стороны Германии. И хотя Англия с Францией объявили войну Германии 3 сентября, но на помощь Польше они не пришли. А Америка вступила в эту войну 7 декабря 1941 года. То есть только через два с лишним года. Сейчас, согласитесь, все-таки реакция намного более быстрая и реальная. Украине оказывается помощь. Конечно, Украине стали оказывать помощь только после того, как поняли, что украинцы готовы воевать и готовы умирать за свою свободу. Но, тем не менее, эта помощь оказывается. Можно говорить о том, что она не на том уровне, на котором она должна быть, и на который она требуется Украине. То есть Украине действительно требуется больше оружия, чем они получают. Может быть, и лучшее оружие, лучшее оружие, чем они получают. Но, тем не менее, эта помощь идет. Американцы открыли ленд-лиз, что говорит о том, что они понимают, что мы в большой войне. Потому что ленд-лиз был Америкой как бы открыт в связи со Второй мировой войной. Так что всем понятно, что идет большая война. Есть заявление начальника генштаба британского генерала Сандерса о том, что мы находимся в 1937 году. То есть он считает, что эта большая война начнется через два года. Я считаю, что она началась 24 февраля этого года. Но это, в конце концов, не такая большая разница в подходе к событиям. Единственное, чего, безусловно, не хватает, в дополнение к оружию, которое хотелось бы вставлять побольше в Украину, это снятие с Украины очень важного ограничения, по которому украинцы не имеют права использовать это оружие против территории Белоруссии и Российской Федерации. Я считаю, что это и политически неправильно, и в военном отношении это просто требования, которые ставят Украину в исходно проигрышную позицию. Потому что Украина, как бы хорошо она ни воевала, не может выиграть войну, если она не имеет права наносить превентивные удары по территории противника, где сосредоточены войска для наступления. Я знаю, что если вы поговорите на эту тему с украинской стороной, то они вам скажут, что движение в вопросе вооружения есть как бы позитивное в пользу Украины каждый день. Что сейчас они получают оружие, про которое несколько месяцев назад им говорили, что вот это оружие вы не получите никогда. Тем не менее, проходит время, и это оружие они получают. Я думаю, что то же самое относится и вот к этому вот ограничению, по которому нельзя наносить удары по российской территории. Ну, имеется в виду Белгород, да, вот этот вот район, который стал сплошной военной базой. Ну, и главное, Беларусь, потому что я вообще бы сосредоточился сейчас на Беларуси, потому что это самое слабое звено в российской коалиции, потому что единственный союзник России – это Беларусь. Лукашенко, как бы откровенный и классический диктатор, от устроения Лукашенко, я думаю, может, собственно, поменяться режим в Беларуси. Беларусь, которая была оккупирована, это все как-то забыли, не заметили. В 21-м году Беларусь как бы тихо и медленно была оккупирована Российской Федерацией. Она формально не аннексирована, но она не акселирована исключительно по той причине, что Путин хочет использовать Беларусь как плацдарм для ядерного удара по Европе. Это та причина, по которой он держит Беларусь формально независимой, чтобы ответные удары были по Беларуси, а не по Российской Федерации. Но и по соображениям геополитическим, потому что Беларусь выводит, естественно, Путина к границам Восточной Европы. И в связи с этим, как мне кажется, планируемым ударом ядерным с территории Беларуси, очень важно вырвать Беларусь из российской орбиты и, собственно, вернуть ее в цивилизованные европейские страны. У нас есть белорусские войска, которые уже воюют в Украине на стороне украинских вооруженных сил. У нас есть оппозиция, реально сформированная в Беларуси. Она частично в тюрьмах, частично в эмиграции, но она есть. Мы видели на примерах последних выборов, насколько вся страна против Лукашенко. Поэтому, в принципе, смена режима в Беларуси, как мне кажется, это просто определенное политическое решение и военное решение, которое может быть принято буквально украинской стороной. Но, повторяю, для этого нужно договориться с западными союзниками о том, что у них есть свобода рук в отношении Беларуси, которая реально является участником войны. Потому что российские самолеты обстреливают районы Киева, вот эту западную часть, находясь в воздушном пространстве Беларуси. Войска формируются в Беларуси, перегруппироваются. Сейчас туда идут уже и новые поставки вооружений российских и отсылаются вот эти новые новобранцы. Поэтому Беларусь реально, Лукашенко уже втянул свою страну в войну. И в этом смысле, я думаю, у Украины должна быть и свобода рук, и абсолютно должна быть чистая совесть в связи с решением белорусского вопроса в интересах Украины. Понимаете, я думаю, что вопрос даже не столько может быть в формальном принятии Украины в НАТО, сколько в реальном участии НАТО в войне против Российской Федерации. У меня впечатление, потому что я вижу, что в Америке абсолютно все понимают, что НАТО реально войдет в войну открыто, в войну против Российской Федерации. Потому что Путин не оставляет никому выбора. Ну и в этот момент, конечно же, Украина автоматически окажется членом НАТО. Потому что единственное, что сдерживает сейчас прием Украины в НАТО, это некое понимание, будем откровенны, что прием Украины в НАТО равнозначен объявлению России войны. Это, я думаю, все понимают. Поэтому эти два события могут произойти только одновременно. И я уверен, повторяю, что поскольку Путин не оставляет, что не то, что НАТО или Украина или Евросоюз хотят войны в Европе. Никто этого, конечно же, кроме Путина не хочет. Но Путин не оставляет выбора. И это, безусловно, то, что произойдет. Безусловно. Как скоро это произойдет, я не знаю. Ну вот Сандерс, серьезный военный, сказал, что это два года. Мне кажется, что это произойдет скорее, чем через два года. Ну, два года это исторически тоже, будем откровенны, очень короткий срок.